Я в эфире, всем привет! У нас очередная встреча на тему разработки программного обеспечивания под Linux. И у нас сегодня лекция несколько экспериментальная, потому что, к моему великому сожалению, я поглядел на план предыдущей лекции в прошлогодние и выяснил, что он абсолютно перегружен тематикой. То есть туда я попытался напихать все, это все туда не влезло. То, которое влезло, не хотело вылезать, потому что места ему не нашлось в других разделах. Короче говоря, я принял сегодня решение немножко урезать объем того, что мы будем обсуждать. Правда, это означает, что часть вещей, про которые я хочу рассказать, мне придется рассказывать, что называется экспромтом. Ну, мне не привыкать, в общем-то, а вы будете страдать, потому что я буду тупить в эфире. Ну, что поделать. Вот, значит, сегодняшний разговор, в первую очередь, про то, как себя вести, когда не вы разработчик исходных текстов, вот, а вам нужно, чтобы полученное в результате программное обеспечение, тем не менее, продолжало работать. Вот. Это достаточно частая, на самом деле, ситуация, особенно, так сказать, в мире свободного софта, а особенно, когда вы, подобно мне, являетесь монтейнером каких-то там пакетов, то есть фактически ровно этим и занимаетесь. То есть берете чужие исходные тексты, ну, не вами написанные, собираете из них программный продукт, да еще и адаптируете этот программный продукт таким образом, чтобы полученный результат соответствовал полисе, который принято в вашем комьюнити, по упаковке пакетов, по расположению файлов, ну, вот это вот все. Это же не говоря уже о том, что на самом деле часто приходится и ошибки тоже исправлять, которые автор, например, ошибкой не признает. Собственно, я уже практически описал ту самую ситуацию, с которой мы имеем дело, когда речь идет о работе со сторонними исходниками. Есть исходники, учетом которых вы не занимаетесь, точнее, не контролируете их изменения. Есть правки, которые необходимы к этим исходникам не просто применить один раз, а применять на регулярной основе, даже несмотря на то, что upstream, то есть авторы некоторого программного продукта, не собираются с этими правками жить, и в upstream они не входят. То есть есть как бы то, что делает upstream, а есть еще то, что делаете вы поверх upstream. Это означает, собственно, ради вот этого последнего пункта и придумано несколько технологий, полторы из которых мы сегодня посмотрим. Это означает, что фактически вы ведете какую-то свою разработку, но не отдельных конкретных кусочков исходного кода, который дописывается в upstream, а именно что вы ведете разработку исправлений к этому исходному коду, которые вам придется заново вносить в случае каждого обновления. Надо сказать, что это такой немножко сизифов труд в том смысле, что вот вы, автор выкатил очередную версию исходников, сделанную сообразно его удивительной авторской фантазии. Вы, значит, эту фантазию пытаетесь при, немножко так сказать, приравнять, сделать ее совместимой с дисциплиной оформления, ну скажем, пакета в вашем дистрибутиве, и пока вы это делаете, проходит какое-то время. Наконец мы все сделали, закатываете соответствующий пакет в дистрибутив, и на следующий день автор выкатывает новую версию своего замечательного программного продукта, где он, разумеется, никакие ваши замечания не учел, потому что они ему неинтересны, непонятны, он считает, что вы неправы и так далее. Вот. Именно поэтому репозиторий программных продуктов нашего сообщества от Linux Team называется CZIF. Вот. Потому что, потому что это CZIFов труд. Вы закатываете этот камень к каждому релизу, а он, значит, обратно, обратно падает. Вот я, согласно этой картинке, являюсь монтейнером 355 пакетов. Вот на этих людей можно не обращать внимания, это роботы. Точнее, не они роботы, это, наоборот, очень даже живые люди. Вот. Вот эти первые два человека. Но у них пакеты собирают роботы. У меня тоже собирают роботы пакетов, но когда я их попрошу, это такие полуавтоматические. Полуавтоматическая система – это когда роботы собирают пакеты, если их попросишь. А там они эти без спроса собирают. Ну вот, возвращаясь к нашей постановке задачи. Итак, мы, наверное, хотим научиться работать, научиться сопровождать некоторый пакет изменений, ну, пакет – неправильное слово, набор изменений, множество изменений к некоторому исходному коду. Вот. Значит, в лекции, в плане лекции довольно развесистая тема, связанная с разработкой. Я, наверное, сегодня, если и покажу, ну, по-хорошему, конечно, надо на нормальном сишном файле это делать. А что это вообще такое? Давайте попробуем скопипастить, почитать. при таком форматировании плохо читается, понятное дело, потому что слишком оно… слишком оно… ой. Да, слишком оно маленькое. Ну ладно. Давайте посмотрим, что это за код такой, что он вообще делает. А, нет, стоите. А, ну да. Вот. Возможно, все-таки правильным решением будет смотреть наше упражнение именно на сишном файле. Вот. О-о-о-о. Это я, значит, написал специальную функцию ffopen, которая работает как fopen, но принимает всякие хитрые параметры. Вот. То есть, наоборот, которая работает как open. У open есть всякие хитрые параметры, а у fopen нет. И, значит, я написал такой врапер, который по параметрам совместим с fopen, только там флаги ему можно передавать. Вот. А, значит, ну, возвращает он файл звездочка, а не дескриптор. Вот. Решил поотлаживать эту функцию. Ну и прекрасно. Значит, давайте попробуем, что получится. Так. Вот. Да, значит, ну, скажем, example.c. Ну вот что-то он работает, а если не работает, то должен, вот, должен сказать, но сочфайл в директоре выдать соответствующий пир. Вот какой-то код, который что-то делает. Значит, предположим, предположим, да, ту самую ситуацию, что нам такой код приезжает в готовом виде, а мы хотим его модифицировать, и результирующий исходный текст должен быть слегка не таким, по каким-то там причинам, неважно по каким. какой-то мы на какой-то накладываем то, что называется патчсет на эту программу. Вот. Это бинарник. Значит, патчсет на эту программу, который что-то там такое делает, неважно что. Ну, допустим, я не знаю. В чем тут разница? А, переставили местами. Вот. Допустим, мы хотим переставить местами в этом свече пустые кейсы. О, это неправильно. Не хотим мы их переставить местами. А куда их мы переставили? Так. В плюс. Б, А. А плюс. Ну, ладно. Вот сейчас. Б и А это одно и то же. Не надо тут переставлять местами. Все тут хорошо написано. Вот. Р плюс. А вот. Р, Р, Р плюс. Переставить местами. Зачем? Не знаю. Может быть, это такой способ коммуникации посредством кода, что сначала идет А плюс, потом А, сначала Р плюс, потом Р, сначала В плюс, потом В. Ну, например, поэтому. Чтобы, значит, людям было проще понимать, по какому принципу этики. Не важно. Совершенно не важно. Вот. Значит, да, поскольку авторский исходник, он неприкосновенный, давайте мы сделаем вот так вот. Запишем это в новый файл под названием example1.se. Че? В, В. Запишем в новый файл. Вот у нас теперь, значит, есть два файла. Вообще говоря, если на них смотреть глазами, как говорит Дмитрий Вениаминович, Левин, короче, Дима Левин, один из лидеров нашего сообщества, нельзя грепать глазами, надо грепать грепом. Но греп нам не поможет. Мы же не знаем, что грепать. У нас здесь два файла, почти одинаковые. Чем они отличаются? Вот утилита DIV поможет нам проверить, чем отличается файл example.se от файла example1.se. Вот. Ничем. Да. А, я знаю, в чем дело. Вот. Автопик. Обратите внимание, что сделал я. Я загрузил программу в редакторе Vim и сказал отменить действие, которое я делал с этим файлом в прошлый раз, когда я его редактировал редактором Vim. У Vim есть такая фича. Сейчас покажу, где она находится. свершеннейший автопик, но это важная тема такая. Он называется Vim backup. А как называется undo файл? По-моему, вот это. Только без восклицательного знака, конечно. UndoDir. UndoFile undoDir. Вот если задан этот сам undo файл undoDir, то внезапно при редактировании файла можно делать undo за пределами того сеанса редактирования, который мы сейчас делали. Это очень удобно. Главное отучиться от многолетней, а я, наверное, лет 20 привыкал, от многолетней привычки нахахал что-то в файле, а потом понял, что нахахал какую-то ерунду и нажимаешь undo до тех пор, пока он не начнет пищать. Вот. Но в данном случае, если так сделать, можно undo нажимать вплоть до пустого места, поэтому так делать нельзя. Ну вот. Короче, давайте возвращаемся к нашей теме, именно к диффу. Вот. Тут правда, давайте мы еще его и поправим еще вот так вот. Напишем, что это... ну, что-нибудь такое. Вот. В общем, написана какая-то каша, которую, конечно, можно понять. Она довольно лаконичная. Хорошо, это не каша, это какой-то очень простой набор. Можно понять, что написано здесь, если вспомнить, что это вообще-то команды C это change, а D delete, а A это append. Значит, седьмая строчка заменяется на седьмую, вот такая на вот такую. Пятнадцатая строчка удаляется, получается, что их 14, а шестнадцатая строчка, после шестнадцатой строчки, добавляется еще одна, вот такая. Да? Вот это вот у нас результат обмена местами двух строк, а это у нас результат просто изменения строки. Вот. Можно, кстати, даже в более извращенной форме вот это, то, что мы сейчас перед собой видим, это команды редактора ед. Есть такой текстовый редактор, построчный, называется ед. Я его, кажется, даже демонстрировал, когда говорил, почему греб называется гребом. Вот. Вот это ровно он. Значит, вот это команда редактора ед, по которому, с помощью которого можно из одного файла сделать другой. Значит, в шестнадцатой строчке добавить вот эту, пятнадцатую строчку удалить, седьмую строчку заменить на вот такую точку, это значит записать. Вот. Но понятное дело, что и то, и другое выглядит довольно опасной штукой. Это какая-то некая потоковое редактирование нашего файла. Не дай бог, мы удалим какую-нибудь другую строчку, не ту, которую надо. Здесь же не написано, какую строку на какую заменять. Поэтому, ну, давайте ради исторической справедливости еще покажем так называемый контекст диф. Вот. Это самый шумный из вариантов дифа. Контекстный диф показывает два контекста. То есть, не только измененные строчки, но и неизмененные строчки вокруг них. Да? Вот эти инклюда не поменялись. Вот этот static файл не поменялся, а вот эта строчка поменялась на вот эту строчку. Да? И то же самое с изменениями. Вот эти три строчки не поменялись, вот эта строчка удалилась, да? А появилась она вот здесь. Ну и, наконец, наиболее современный, удобный и часто используемый формат так называемый unified диф. Он более компактный, как видите. но в нем все то же самое понятно, что и в контекстном дифе. Просто вместо двух контекстов он показывает один. Вот контекст, в котором все происходило, то есть, неизменяемые строчки. Минусом отмечена строчка, которая удалилась, плюсом отмечена строчка, которая появилась. Все. Вот. Та же самая история с ситуацией, когда строчки мы переставляли. Минусом была отмечена строчка, которая удалилась, плюсом, которая появилась. А, ну, опять же, ради сохранения целостности повествования скажу, что еще можно сделать вот так. Вим, как обычно, умеет все, в том числе вот это. Ну, давайте только не так вот. Хотя так тоже можно сделать. Вот. Вот так он отмечает строчку, которая изменилась по ходу. Вот так он отмечает добавленную строчку, а так удаленную. Слева один файл, слева другой. Обратите внимание, что все места, где строчки не изменились, скрыты за так называемым фолдингом, который можно открыть. Вот. Очень удобно. И можно даже специальными командами divget и divput применять div с одной стороны на другой. Но это мы немножко отступили от темы, хотя, возможно, и нет. Да. Так вот, значит, unified div. Хочу сказать, что... Сейчас, секунду. Сейчас посмотрим, есть ли пагментайс у нас. Что он говорит? А потому что он называется пагментс. 20. Минус жажки. О! Красотень. А, кстати, извините. Я предупреждал, что буду много тупить в эфире. Хо-хо! А что будет, если сделать вот так вот? Ну, полнейшая красота. Оказывается, он и сам умеет. Ну вот, значит, мне так больше нравится. Так вот, смотрите, значит, все форматы div, которые мы сейчас смотрели, все до единого, пригодны для того, чтобы из старого файла сделать новый. То есть, как бы проиграть те изменения, которые в этих файлах указаны. И это и есть то, что называется патч. Вот. Собственно, патчем является... Там даже сказано, какой файл патч есть. Видите? То есть, если мы сейчас запасем этот самый example, в какой-нибудь файле example.old, или example.c.rig, вот. Классическое название для бэкап-файла. И возьмем вот этот div, запишем его в файл. Только... Вот. Кстати, Vim, конечно же, умеет раскрашивать патч-файлы. Почему? Кто бы сомневался. Да? Обратите внимание на структуру. Какой файл патчем, в какой его превращаем. Указание к оттекста. Четвертая строчка. Четвертая по седьмую превращается в строчку четвертую по седьмую. Дальше. Дальше, собственно, цитирование контекста, который не меняется. Дальше помеченные плюс-минусом места, которые меняются. Дальше снова цитировать контекст. А потом следующий, так называемый, чанг. Чанг – это секция. Следующая секция начинается уже с двенадцатой строчки. Плюс восемь. Значит, не с четвертой по седьмую, а семь строк, начиная с четвертой. Я соврал. Да. Значит. И, значит, вот, восемь строк тоже патчится. Вот. Так вот, если взять теперь этот патч и с помощью специальной утилиты, которая называется патч, внезапно, сказать вот так вот… Нет. Update.patch. Давайте еще минус V скажем, что ли. Нет, неправильная V. Боже, Ларри Волл ее написал изначально. Ничего удивительного. О! Вот. Значит, если взять эту утилиту патч, показать ей вот эту историю изменений и сказать, ну, приложи их, то утилита A сама найдет файл, которым их приложить, потому что он указан в имени патча. B приложит эти самые патчи из двух ханков состоящий, один, как мы уже говорили, в четвертой строке, другой в двенадцатой, и результатом будет файл example.c неотличимый от файла example.1.c. Они одинаковые. Нет. Ну, хорошо, пускай будет div. Нет, verbose. Когда он отвечает файлу identical, упор не вижу. Ну, неважно. В любом случае, div генерирует код ошибки 0 или 1. А report when differ. Вот, минус s. Report identical file. Минус s. О! Немножко забегая вперед, скажу, что если бы мы делали этот div в обратную сторону, у нас бы получился патч, который делает из вот этого, из example.1.c, example.c. Но есть, значит, набор утилит, который называется patch utils, который позволяет руками преобразовывать патчи, возиться в них. Вот, и то, что нам нужно, называется interdiv. Interdiv. Давайте почитаем по ней документацию. Это довольно хитрая штука. Мы к ней вернемся в конце сегодняшней лекции или близко к концу. Она преобразует два патча, которые независимо друг от друга накладываются на систему файлов, на в патч, который последовательно, приводит к последовательному, вратя, который можно использовать, последовательно накладывая сначала первый, а потом второй. Соответственно, если вдруг первый файл является патчем, а второй файл является ничем, то есть там пусто, для того, чтобы эту последовательность первый патч и второй превратить в ничего, надо первый патч обратить, превратить его в обратный. То есть в такой, который делает из второго файла первый. Соответственно, вот этот способ как-то сделать. Давайте попробуем. интердив, интердив, значит, патч, который мы хотим, апдейт патч, девнул, это будет означать, что вот этот патч, то бишь ничего, мы должны превратить, мы должны таким образом преобразовать, чтобы его можно было накладывать после этого. А это значит, что поскольку у нас этот патч это ничего, то есть наша программа должна бы не измениться, вот, вот смотрите, добавляем это, удаляем это, добавляем это, удаляем это. Ну, фактически, задом наперед получился. Вот, соответственно, давайте мы это скажем degrade, можем теперь применить патч, degrade патч, и все, у нас example-c теперь восстановился. Он теперь опять такой, как был раньше, и как наш запас. Вот, если мы скажем, div минус s example-c 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 orig, ну, вот, оказывается, они идентичны. Это я слегка забежал вперед, просто для того, чтобы показать, что reverse патч легко изготавливается с помощью более сложной утилиты, которая называется interdiv, про которую мы еще поговорим. Так, значит, почему я ратую за вот этот самый unified div, и чем вообще, в чем вообще бонус. Бонус стоит в следующем. Предположим, вам приехал новый исходник, новый example-c, которым эти строки изменены. То есть, непосредственно вот по такому принципу удалить такую-то строчку, добавить какую-то строчку, если модифицировать файл по такому принципу, ничего работать не будет. Вы все сломаете. Unified div гораздо более устойчив к таким штукам, потому что он указывает контекст, внутри которого все случилось. То есть, если буквально так, давайте переименуем example-c1.c в example-my.c, cp-example.c в example-1, это будет версия 1. И в этой версии 1, нет, и вот это будет версия 2. И вот в этой версии 2 были произведены некоторые изменения. Изменения чисто косметические, ну, например, здесь было вписано там что-нибудь такое бессмысленное, да? Вот. А где-нибудь, еще где-нибудь, тут мы вставили, вставили строку, да? Я сейчас... А, ну, хорошо, пока так. Давайте, давайте не делать сложных примеров. Значит, старый вариант, новый вариант. Вот изменение. Вот оно. С точки зрения, с точки зрения здравого смысла, это изменение никак не должно, не должно повлиять на работу патча. однако, обратите внимание, что вообще-то контекст изменился. Мы сейчас... Ой, давайте, нет, давайте вот что сделаем. Давайте упростим задачу, потому что это два разных, два разных два разных свойства утилиты патч. Давайте сделаем вот так. Здесь контекст не будет изменяться. Вот, смотрите. Значит, контекст не поменялся, потому что все изменения были в самом начале, а что поменялось? Почему этот патч не может один в один быть наложен на файл example.si? Нумера строк, совершенно справедливо. Да, вот я вангую, что на самом деле здесь должно быть 5, а здесь должно быть 13. Тем не менее, поскольку контекст вообще не изменился, и вот эта штука не изменилась, то есть все в точности соответствует, как было, только номера строк другие. Поскольку контекст вообще не изменился, мы можем взять и наложить этот патч, предназначенный для старого файла, на новый файл. Ой. А, Degrade. он сказал, вообще не чихнул даже при накладывании этого патча. Единственное, что он сказал, что каждый из ханков наложился со сдвигом на одну строчку. Это, кстати, то, что мы сейчас видим, хороший признак. Если ханк накладывается с более-менее постоянным сдвигом, значит, мы попали в те самые контексты исходного файла и, скорее всего, после этого патча все будет работать, продолжать как работает. Давайте, кстати, посмотрим, вообще компилируется наша штука. Ну, в общем, компилируется. бэд адрес, понятное дело. Нос очковал из директории. Все работает. Вот. Это был первый вариант, при котором, при котором наш патч просто применялся с некоторым сдвигом относительно того места, где он применялся раньше. Так, давайте мы сейчас попробуем восстановить, как было. Во, восстановился, как было. скопируем этот example.c в example.c история. Как вы понимаете, очень тяжело жить без гита, но вот мы живем без гита прямо сейчас. Мы еще пока посмотрим, как жить с гитом, но там будут свои проблемы. Вот. А мы продолжаем извращаться. Значит, вот этот самый example.c теперь вот этот копирайт переедет в такое место, чтобы изменить контекст. Смотрите. вот эта строчка копирайт появилась вот эта строчка копирайт появилась в таком месте, где вообще-то был раньше контекст. то есть с одной стороны такого места include в кдл include ctype open for open просто нету теперь в данном в данном в данном в данной программе. но утилита патч имеет некоторый фазинг некоторую нечеткую границу определения контекста, которая говорит знаете что, тут строчки конечно поехали, но вот эта строчка совпадает, вот эта строчка совпадает, вот эта строчка совпадает, не так, вот эта строчка совпадает, это не видно, вот эта строчка совпадает, вот эта строчка совпадает, и эта совпадает, и эта совпадает. Слушайте, это один и тот же контекст с небольшими изменениями. Давайте сейчас попробуем этот файл отпатчить, да, смотрите, она согласилась, она правда сказала, что файзинг равняется 2, ну потому что там строчка, эта строчка неправильная, и эта строчка на самом деле тоже неправильная, просто она уехала. Вот, и у, собственно, утилиты патч можно задать, какого уровня, а можно, кстати, да, можно задать, какого уровня файзинг, какого уровня файзинг достаточен для того, чтобы патч применялся, да. Да, значит, соответственно, чем больше, вы же можем, смотрите, что сделать, мы же можем сказать вот так вот, а можем сказать же еще и вот так вот, минус у, допустим, 5. И тогда он размер контекста будет аж 5 строчек, плюс 5, здесь 5, здесь 5, видите, оно вообще превратилось в один чанг, в один ханг, потому что эти изменения были рядом. Да, мы указали, а сколько вообще, каков размер контекста, если мы скажем, у 2, они наоборот будут маленькие, видите, всего плюс 2 строчки, минус 2 строчки. Ну, так вот, или у 1, например. Ой, а что это она? О, мне не надо было у маленькой говорить. Вот видите, у 5, у но влезает все вместе, у 1, ну, практически одна строчка контекста. Понятное дело, что чем больше вы указываете в диффе размер контекста, тем меньше шансов, что патч применится в неправильное место, вот, а чем вы меньше указываете строчки, строчек в размере контекста, тем больше шансов, что он применится в неправильное место. Тут уж дело ваше, да. По умолчанию, плюс 3 строчки в начале и в конце, то бишь, 3, кажется. Ну-ка. Или 2. 2. 2. 2 строчки в начале и в конце, это вполне нормальный объем. 3, все-таки 3. Это вполне нормальный объем, уж при таком указании контекста редко когда удается ошибиться при наложении патча. Тем более, что если файзинг слишком большой, он не будет это делать. У вас. По умолчанию файзинг тоже там равен 2, по-моему, максимум. Ну вот, получается, что в процессе работы с исходным текстом мы можем брать новый исходный текст и пытаться наложить на него старый патч, потому что он, скорее всего, наложится, если только Абстрим не запустил свои шаловливые ручонки туда же, куда и вы. Точнее, не так. Это вы запускали свои шаловливые ручонки, а Абстрим, наоборот, значит, это самое, честно трудился в этом месте. Типичный пример, вы нашли багу, пофиксили ее, послали патч в Абстрим, Абстрим год эту багу обсасывал, в это время ваш патч накладывался на ваш пакет, потому что в Абстриме была бага, и потом ее как-то исправил. И, разумеется, не так, как вы, потому что Абстрим, ну, вы что-то не то предложили. Not invented here. Вот. Вот это все. Бац, патч ваш отваливается, потому что он прямо на то же самое место, и вам надо руками это сделать фиксить. Прежде чем мы перейдем к вот этому самому «нам надо руками это дело фиксить», давайте посмотрим еще на одну утилиту, тоже простую. Она называется RecountDiv, если мне не изменяет память. Вот она. Она предназначена для косметического ремонта вашего патча. Смотрите. Вот у нас есть, у нас есть версия 3 нашего Абстримного файла, в котором есть какие-то изменения, вот какие-то. Не понял. Да, все, понял. ExampleC, example.my. Вот. У нас есть какие-то изменения, которые лежат в этом дифе. Этот диф накладывается, мы это видели. Ну, он накладывается с некоторым шумом. Вот с этим. Да? Значит, давайте попробуем сказать так. RecountDiv. UpdatePatch. Что-то я не вижу, что там что-то поменялось, если честно. Давайте почитаем Man. Это то место, где я обещал тупить, потому что я... Ага. Это не оно. Значит, тогда Rediv. Тоже не оно. Вообще-то вроде так. Короче, нет. RecountDiv не для этого. К сожалению, он нужен для того, чтобы, если вы вручную редактировали патч и неправильно написали сюда какие-то строчки, вот тогда-то он будет актуален. Но это тогда мы в конце лекции посмотрим. Значит, сейчас он нам не поможет. Но для того, чтобы переналожить патч, ему надо переналожить. Ну, как бы других вариантов нет. Вот. Давайте посмотрим. Ну, на всякий случай я еще потуплю буквально несколько секунд в прямом эфире. Но... Вроде тут... А, да. Нет. Что-то не понял. Дайте еще раз погляжу в мат. Мне казалось, что RecountDiv делает то, что тут написано. А он не сделал. А он не сделал? 4,7, 4,7, 12,12,8. Не сделал. Ладно. Последняя попытка. Да. Это тоже редактирование вручную патчей. Ну, ладно. Хорошо. Давайте тогда двинемся дальше. Посмотрим, как у нас ситуация будет развиваться, если наш upstream еще хуже стал и сделал какой-то набор изменений прямо поверх наших патчей. Так, куда? Давайте посмотрим. Update патч. Ну вот, допустим, допустим, они испортили вот это. Вот этот чанг они испортили. Ханг. Взяли и в upstream файле тоже поправили вот эту строчку. Есть предположение, что после попытки применить патч к такому upstream файле, он не должен полностью примениться. Он частично применится, а частично нет. Так оно и есть. Смотрите. Второй ханг, вот этот, применился. Первый ханг не применился, потому что... Фиг там с контекстом. Главное, почему он не применился, потому что строчка, которую нужно удалить, вообще в файле отсутствует. Что в результате получается? В результате генерится два дополнительных файла. example-c.orig, не надо было его так называть. Черт. Короче, example-c.orig, это тот файл, который мы патчили. Он же V4. А режь, и это маленький патчик, кусочек того патча, который у нас был, который не применился. Вот. Значит, я тут сижу и думаю, что можно, наверное, можно, наверное, воспользоваться теми самыми утилитами патч-ютилс волшебным образом. Потому что я-то всегда делаю как? Я гляжу на этот, на этот режь, потом изменяю патч. Ну, видимо, нам придется попробовать все варианты. Значит, смотрите. Итак, вот этот reject, да, он не применился. Мы смотрим, почему он не применился. Мы смотрим файл, который называется example.c. и видим, что там есть слово functipn, functipn, functipn. Вот это слово functipn, да, явно здесь не хватает. Поэтому, если мы возьмем исходный патч и впишем сюда то, что написано, прямо в патч, мы сейчас редактируем патч руками, обратите внимание, опасная операция. Впишем сюда слово functipn, то есть предположение, что после этого наш файл запатчится. Проверяем. Во-первых, возвращаем все на место. Да, значит, берем файл под названием example4. Подам. Заработало. Вот. Тем самым мы руками исправили патч, который был update патч. Вот. Теперь в нем написано это все. Ну, есть, ну, все заработано. Давайте теперь мы попробуем воспользоваться тем самым инструментом по редактированию патчей. Значит, вот это example4.org и example4.reg. Теперь у нас ненужные генераты. Да. вот, значит, из upstream'а к нам приехал следующая версия. и в этой следующей версии они тупо поправили опечатку. Они вместо слова function написали такие слова function. и да, печаль состоит в том, что теперь этот патч опять не применится, потому что мы опять изменили то самое место, да, поиск той самой строки, которую надо искать. пробуем. Значит, исходное положение делал, попытка запатчить, патч отвалился, режект, все как у людей. У меня есть подозрение, что для того, чтобы исправить наш исходный патч, можно воспользоваться редактированием вот этой вот штуки. Здесь пишем function. Предполагается, что этот патч таки накатывается на что там у нас, example.si в текущем его состоянии. Накатывается. Вот. И теперь нам нужно объединить наш исходный патч, который не работает, и патч, который мы только что заредактировали. Как бы это сделать? Что у нас есть? У нас есть патч, наложенный на наш исходный файл. Вот он. И другой патч, наложенный на наш исходный файл. И надо сделать из двух один. Сейчас пробуем. Вот тут я туплю. сейчас. интердиф, это у нас есть кумулятивный патч, а мы его должны сделать, может быть, наоборот. Может, их-то просто слить надо. У нас есть два кумулятивных патча, нам здесь... Давайте попробуем. Че-то стык... комбайн-див, комбайн-див. Сначала тот, потом этот. апдейт патч и экземпл-си точка реж. Нет, говорит. А, извините. Нет, не хочет. Хорошо. А если мы сделаем интердиф? Я не уверен, что у меня все получится. Тоже нет. Бжжжж. ну ладно похоже что похоже что нет не будет у нас ничего хорошего эти два патча разные ну ладно разные так разные в конце концов вы видели как это делается руками руками это делать тоже очень неплохо не тот неправильно то что написано короче нет не получается ну ладно забейте значит не получилось это сделать мы к этому интернете в самом конце еще вернемся просто чтобы посмотреть что с его помощью можно делать но идея в общем понятно да значит мы берем этот апдейт патч мы берем этот реж мы смотрим в этот реж что там теперь написано слово function здесь будет функ вот и после чего все начинает работать вот а я где второй патч а фу ты господи такая вот такая вот история связанные с патчами которые которые значит накладываться на файл но это еще не все потому что почти как известно бывают такие которые пересекаются они бывают кумулятивные вот мы можем упереться в ситуацию что в одном значит в одном порядке у нас патч применяются в другом нет если они накладываются на одну и ту же строчку давайте попробуем значит давайте мы попробуем накатить два патча вот сначала апдейт а потом еще что-то сейчас давайте во первых проверим что они не отличаются они отличаются купирай бойного будет но хорошо давайте мы его туда скопируем вот сделаем второй патч и кумулятивный а именно что у нас тут вот такой вот очевидно что в одном порядке эти патчи будут применяться а в другом нет то есть если попытаться накатить апдейт 2 то он сейчас отвалится минус у я забыл сказать минус у ой не отвалился печаль как так вышло а понял я не тифа не фоните файл дефал сейчас секунду давайте все по очереди и так значит сначала мы берем upstream потом мы применяем к нему апдейт который который старый вот потом к нему да потом берем апдейт 2 патч вот это все удаляем вот и применяем к нему апдейт который новый все хорошо работает а ну да еще бы хорошо кстати обратите внимание это уже несколько раз у нас возникало в процессе лекции патч умеет проверять тот факт что патч уже наложен потому что он встретил вот эту строчку в тексте а не вот эту вот он спрашивает а не наоборот ли может вы как это ну ваш он поменялись местами вот так но это не то чего хотел хорошо редактируем руками сейчас сначала div example.si example.my сие сказал интернета вернитесь вот они одинаковые да редактируем example.si говорим что здесь пробельчик должен быть интересно как она к ним относится к пробельчиком говорим снова div вот они отличаются минус у только наоборот естественно как сделать новый файл example экземпл майн си вот и это все кладем в патч 2 в апдейт 2 вот и теперь проверяем наконец во он не наложился а вот если наложить если если начать с обратного и сначала попробовать наложить вот это а а потом вот это то не накладывать вот это по ней вот эта штука называется патч сет патч сет эта ситуация когда мы берем два патча и докладывал по очереди друг друг относительно друга потому что ну потому что в процессе разработки мы меняли одни и те же места и как бы они друг с другом друг с другом соседствует ну так вот именно для того чтобы изготовить один кумулятивный патч из этих двух инкрементальных почти этот инкрементальный патч который потихонечку накладывают друг на друга ну смысле на исходник какие-то вещи вот чтобы сделать из него один кумулятивный патч который делает все надо сделать вот так как раз комбайн div первый патч второй патч и вот тут будет все все это как в обстриме а это как у нас вот вот сделали с двух один так вот мы пришли к тем самым патч утилсом которые позволяют делать всякие штуки с патчами вот относительно неуспешно у нас самые две интересные утилиты которые тут есть они называются редив и рекаундив и мы с вашего позволения потратим несколько минут натупление в них чтобы разобраться как они работают но прежде чем разобраться как они работают можно же и значит на другие посмотреть вот комбайн будет div мы только что включили вот интер-див это обратная обратная операция по сна по по отношению комбайн div мы когда берем вот у нас есть кумулятивный патч а мы хотим сделать инкерментальным поверх патч 1 вот смотрите интер-див у нас есть кумулятивный патч этот кумулятивный патч накладывается на наш исходник прямо совсем да вот смотрите давайте сначала убедимся что он накладывается нет не наложился чуть и не нравится да вроде все так а мы не то не не то не с тем сравнивали обратите внимание что мы патчем файл под названием example 1 ничего удивительного что он не работает хорошо давайте поправим его этот апдейт new было конечно очень тупо да блин да блин чё да что тут не так главное он говорит весь хант не прилагнем и прикладывается и все и живи как можешь да это как раз нормально вот тут можно что угодно писать он смотрит только вот сюда вот сюда он смотрит этот работает а он работает кстати может быть мы у нас все развалилось пока этот своим болтал нет нет этот работает нет этот работает ну и этот работает а комбайн дифф не работает что-то я не понимаю секунду давайте потупим сначала сюда ну по идее все должно быть красота в чем в чем в чем проблема то а а проблем в том что он слил совместил контекста ну и совместил их я не вижу проблем и не работает и так но это какие-то советы у меня у меня у меня проблемы я не понимаю в чем окей давайте их сравним в конце то концов давайте сравним два патча что делать воспроизводим нашу картинку да div минус у что там у нас example 5 точка си example точка си о точка патч ну сейчас будет страшная страшная операция в которой я видел как люди разбираются я в ней не разбираюсь мы будем а диффать два диффа и там будут гирлянды плюсов и минусов только наоборот все хорошо только циферки там неправильные только циферки неправильно если мне не изменяет природная наблюдательность до я туплю я не понимаю в чем разница у меня одинаково естественно слушайте не знаю тогда тогда на нет ну сейчас тем не менее послушайте похоже что похоже что он как-то неправильно сработала функция комбайн div и видимо на этом надо с ней на этом надо с ней закончить потому что смотрите они очень разные давайте вот так сделаем что там о . пач и апдейт не да тут вроде все хорошо да давайте даже вот так вот сделаем чтобы вот тут изменились циферки тут тоже изменились циферки но при этом он почему-то не хочет его пачки ну и ладно конце концов непонятно что ему не подарок а у него может фаз разъезжается вот нет константин дело не в имени дело не в имени это имя может быть как ему год непонятно хорошо давайте мы тогда не будем не будем значит я обещал что я буду немножко тупить в этом месте потому что я правда сто пятьсот лет раз последний назад использовал этот самый бакомбайн div и все вот это вот давайте мы лучше оставим это на оставим это на будущее если хватит нам в конце лекции времени мы сюда вернемся и потыкаем еще вредив или командив просто хочу посмотреть как они работают понятное дело что простые утилиты типа lsd фа давайте сделаем вот так вот какой-нибудь страшный патчик найдем вот lsd показывает какие файлы упомянуты в какие файлы упомянуты в соответствующем патче вас довольно удобно чтобы понять вообще про что там да вот этот карман по или там это просто десктоп файл там наверняка же есть какие-нибудь на несколько файлов патчи нет да вот пожалуйста вот видите вот lsd значит что еще может быть сплит див например позволяет разбить вот этот файл который патчет сразу несколько патч который патч сразу несколько файлов на несколько патчей который каждый будет обращен только к одному файлу и под контент ступли китов с нас не туду что дать а я кажется знаю да нет непонятно бог с ним тогда что еще еще осмотрел греб див но это тоже понятно что такое это место вы можете поискать мы можете поискать греб див вы можете поискать в каких файлах запатченных в каком в каких патчах на какие файлы упомянут упомянут x11 например так или какая-нибудь функция вам нужная что-нибудь типа изолну да ну собственно собственно регулярное выражение где используется такой турку ли это греб по патчам но только который показывать те файлы к которым эти патчи применять вот значит давайте чтобы не сократить нам время не будем дальше тупить в эти штуки вот они правда требуют подготовленных заранее примеров а поговорим лучше про гид потому что гид на самом деле это инструментарий для всего того же но с некоторым с некоторым изменением с некоторым изменением в понимании что такое все тоже смотрите ну буквально заведем репозиторий скопируем какой-нибудь . 1 в экземпл.си в экземпл.си до слова комит вот да произведем какие-то изменения отредактируем наш файл ну например вот у нас файл поменялся если мы скажем гид див мы увидим знаете что мы увидим и не файл диф практически в чистом виде ну то есть вот это ровно он вот минус п он же минус минус патч глядите вот это у не файл диф прям вот это вот прям вот вот как а как он есть это кстати у не файл диф надевнул то есть если по почти устройство дивнул и вписать в него в качестве разницы весь файл то получится вот то что вы видите вот что там еще можно значит давайте еще раз делаем значит что там у нас 3 что там все четвертое ну короче вы меня поняли а значит это было слово коммент если что амниент амниент вот давайте еще 5 и на этом успокоимся сейчас посмотрим что тут написано вот у нас получается такой последовательность последовательность гид разработки она довольно дурацкая я почему-то не вижу здесь перестановки строчек но это совершенно не очень нет ни в принципе не слишком важно вот важно другое что фактически вот эта последовательность изменений эта последовательность это и есть последовательность дифов вот вот она но и и фактически собственно этот диф накладывается на следующий на следующий если у нас есть конкретный комит этот комит можно наложить с помощью гита все хорошо проблема состоит в том что гид не умеет в фазе фазе патчинг для того чтобы наложить один комит на другой у него должно быть не комит а вот этот вот диф на другой у него должно быть строгое соответствие между одним и другим ну то есть смотрите сейчас мы можем сказать гид формат патч 20 и у вас образовался патч сет ну 0 0 1 и ниша у нас не интересует это патч надевнул вас хорошо сейчас тогда мы сделаем по-другому сет 4 да значит обратите внимание на 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 три вещи вещь первое поскольку у нас был гитлог то название название самого файла совпадает с началом строчки в гитлоге очень удобно второе формат самого патча это не файддив с одинаковыми названиями имен файлов но разными фиктивными каталогами некоторок никакого каталога а экземпл б экземпл у нас нет если мы хотим такой патч применить с помощью утилиты патч нам нужно ей указать специальный ключ убери пожалуйста один каталог из вот этого списка потому что иначе то этого файла не найдешь давайте это проверим значит сейчас давайте где-нибудь забранчимся вот сюда сюда допустим так ну во первых у нас есть этот патч сет помоем его чтобы он был вне каталога гид дальше дальше забранчимся например вот сюда вот вот и попытаемся значит это был гитлог вплоть до мув копирайта попытаемся применить вот этот патч 00 мув как вот вот сюда фикс коммент ой как же он это сделал то ну господи ну почему все таки умные вот как он узнал что надо удалить этот каталог букву отсюда окей сейчас сделаем по другому я хотел показать что надо было сказать минус p1 а он как то вот как то ему как то вот как то сейчас а может быть так и ну ка может я не прав нет он и так умеет и сяк умеет умные все кругом значит а как ты бы а как же так а чё делать сейчас дайте мне подумать я то всего лишь хотел показать что формат патча который генерирует который генерирует гит он не только unified он еще содержит дополнительные поля которые патч считает джанком вот и обычно обычно просто игнорирует вот это вот все да вот это все вот это все не нужно вот на самом деле вот это все не нужно знать не нужно знать патчу патч смотрит только вот сюда вот даже на собственно вот сюда да и вот здесь вот указан дополнительный каталог который вам в некоторых случаях патч просто не умеет понимать что этот файл лежит именно в текущем каталоге а не в каталоге а ему надо говорить минус p1 типа из всего пути один самый начальный удали вот странно что странно что он этого не сделал ой сейчас давайте посмотрим как это выглядит здесь ну тут тоже вроде все нормально давайте мы попробуем сейчас сделать чуть чуть более сложную картину вот чуть чуть сложную более картину а именно даже не знаю будем ее делать или не будем нет на самом деле у нас времени уже осталось немножко да давайте мы лучше вот эту последнюю эксперимент проделаем с изготовлением кумулятивного патча и на этом успокоимся значит смотрите предположим ситуация все та же у нас есть значит наш апдейт 2 апдейт патч это наш патч который мы храним и у нас есть репозиторий в гите это обстримный репозиторий который мы хотим исходники которого мы хотим запатчить да значит вот где-то тут у нас значит example.si вот сейчас давайте мы обстримный репозиторий сюда скопируем ну во первых сделаем reset сейчас вообще все сделаем все отсюда удалим example 5.si example.si мы как честные пионеры храним рядом с обстримным репозиторием с обстримными файлами свой собственный патч потому что потому что мы с помощью него мы значит модифицируем этот исходник не желая не желая трогать вообще никакие исходники в гите обстрима да мы могли бы сделать свою ветку и держать это все в гите но проблема в том что патч может не наложиться нам придется глазками что-то там такое выковырить поэтому давайте попробуем не держать в гите а именно и не ребезить и не там не межиться лежать хранить это в патче вот update патч патч вот сюда вот и пока что у нас все работало если мне не изменяет память а да вот убедимся что у нас все работает вот это было слово commit а не то что вы видите вот все работает вот вот этот патч с двумя очанками все все как у людей значит допустим у нас приходит очередное очередное вливание очередной мер с обстримом в этом в меже с обстримом нам нас приезжает новый example си в котором опять что-то что-то исправлено и опять в таком месте что у нас никак не это невозможно исправить ну давайте вот тут флакс 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 да вот вот такая штука нам приезжает вот мы замерзлились нам приехал такой гитлок и патч внезапно не патч что делать если мы продолжаем хотеть хранить патч в виде патча потому что как видите он приложился с офсетом а был бы это гит он бы еще и не приложился как обычно нам нужно отредактировать этот патч и сделать его новым но но мы можем сделать это по-другому мы можем например взять посмотреть что у нас зарежетилась вот это вот эта штука у нас зарежетилась посмотреть наш патч почему она зарежетилась она зарежетилась потому что вот это место теперь называется не флакс а open флакс вот это да тогда взять файл который называется экземп точка си проделать на нем те изменения которые оставились в режимте где режет вот режет вот они это изменение надо слово флакс в конец доставить так тем самым что не 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 а виду был флакс да 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 фанкшн виду был флакс вот здесь вот да да это то что у нас то что у нас не применилась вот вот эту штуку оставить без изменений и тем самым получить файл экземпл си который нам нужен правильный такой как мы хотим его видеть в результате в таком виде это можно даже закомитить вот после чего мы просто можем взять и обновить этот кумулятивный патч смотрите вот у нас есть вот у нас есть из апстрима приехавшая версия вот он вот это обновленный кумулятивный патч который можно уже хранить по-человечески в нем обун флаг переименована ну и все все общем как у людей так экземпл си восстанавливаем как есть вот потому что мы его только что поменяли апдейт патч это то что мы это наш измененный патч экземпл сиорик убираем вот вот это диф на диф страшный вот то самое в чем я видел как люди разбираются я не ну вы понимаете да это диф между двумя патчами с двумя порциями минусов и плюсов вот это вот все но тем не менее да тем не менее это ровно он вот после чего мы можем смело говорить гид комит и вот это будет комит от апстрима это комит от нас да этот патч прикладывается чё а извините я сделал диф между апдейт извините вот давайте еще раз посмотрим гиклок минус п да вот мы только патч поправили вот этот патч прикладывается я надеюсь с этого раза у меня получится получилось вот он вот вот и так продолжать каждый раз время еще есть буквально минуты давайте еще раз повторю эту историю вот допустим к нас опять поменялся апстрим да ну где нибудь вот здесь где он там у нас меняется вот здесь например он поменялся предположим апстрим что-нибудь такое тут нарисовал прямо в контексте на буквы да патч не накладывается значит это у нас был апстрим да мы мы замерзлились получить коммент да я просто тороплюсь очень мы замерзлились получили этот результат так патч опять не накладывается и получается вся та же вся та же история которую мы только что проделали мы берем его накладываем этот патч мы берем reject смотрим какие проблемы с reject мы сравниваем его с файлом example.c мы видим что здесь появилась вот в этой строчке про r появилась вот это вот комментарий берем наш патч руками его модифицируем о хотим ли мы сохранять эту строчку да допустим не хотим какая разница да вот смысл этот комментарий он бессмысленный вот предположительно этот патч будет накладываться на все что нужно давайте попробуем накладывается только вот это вот не надо делать да вот это не надо добавить добавлять сейчас это все очень просто о чистенький и сухой вот 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 наш поправленный патч измененный мы его просто комитим и все и поехали теперь уже будет он тоже применяться вот вот опять слово комит я неправильно написал ну в общем вы меня поняли вот проверка того что он это делает и вот как раз мы даже больше заняли времени потому что был тупеж значит значит возможно следующим поколением после вас повезет больше я приведу здесь более разумный пример на патч ютилс вот домашнего задания пока нет но оно будет в прошлом году задашнего задания не было вообще вот по этой теме потому что она была такая немножко вот а домашнее задание будет скорее всего в на манипуляции патчами всевозможные чтобы у нас был один исходник потом с помощью патчей из него сгенерить несколько исходников потом скомпилировать и показать что они значит отличаются друг от друга по этому самому по поведению ну что-нибудь такое да просто на манипуляцию патчами вот если есть какие то вопросы задавайте вот значит если нет пара слов к окончанию этого всего мне достаточно тяжело было про это рассказывать потому что мои пальцы думают существенно быстрее моей головы я как монтейнер пакетов как мы видели сейчас трехсот а может быть и больше не знаю в сизифе занимаюсь вот этими вещами на автомате почти каждый день ну не каждый день конечно да очень часто в течение последних двадцати лет вот поэтому мне очень трудно значит оторвать мозг от пальцев вот и все это рассказать посмотрите вот этот вот план лекции с примерами если кому-то было тяжело сегодня на занятии он вот не в этом разрешении а в нормальном разрешении будет выглядеть нормально верите мне вот ну вот значит так или иначе с этой штукой еще долго с патчами еще долго будем мы еще будем долго работать вот хотя бы уже потому что мы как видели а мы не видели что гид не справляется с такой штукой но он не справляется он не может применить патч с фазе вот такие дела ну вот значит у нас у нас не прозвучала тема которая была запихнута которая попытался запихнуть в лекцию прошлого прошлогоднюю которая сборка библиотек но она все равно будет она где-то вот тут будет я думаю мы все равно будем использовать смотреть как собирать библиотеки с помощью лифтула как их тестировать вот это все а заодно рассмотрим и вопрос как устанавливать как правильно оформлять вашу проект чтобы он устанавливать правильным образом в эти ваши линусы вот возможно даже это будет следующая лекция а не последняя вот если нет то следующая лекция будет протестирование ну в общем все если нет вопросов то всем спасибо вот я как и обещал немножко потупил в эфире но надеюсь это было не слишком утомительно